Вот, дорогая сестра, отсюда начнется наше сегодняшнее утреннее путешествие в лес. Эта дорога ведет к озеру, сразу за этими деревьями два озера. А мы пойдем вслед во-вот за той собакой, которая бежит. Ричард уже весна готовит. Ну что, я тебе обещал индивидуальную прогулку, я тебе сделаю. Да, 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 пошли. Вот у нас начинается малый круг с собаками. Надеюсь, последним дождем размыло лошадиные яблоки. Он не будет теперь вываливаться в них. Вот те цветы, о которых я говорил. Буквально заросли этих цветов. Не знаю, как они называются, но они тут и слева, и справа, и там дальше вот растут. Подобрал какую-то сраную бумажку. Вот еще заросли. Здесь они перемешиваются вот с белыми цветочками. Сейчас я покажу поле. То есть здесь выше меня еще на одну голову. Вон какие здоровые. Эти растения, даже не знаю, как они называются. Оттуда дорога на пасеку. Есть небольшая пасека. И вот сейчас, правда, немножко меньше стало, подзавяло. Но еще есть. То есть это целое поле было белых цветов. С белой слева. Это вообще много разных. Вот какие-то цветочки тоже. Я в них не разбираюсь. Это моя съемочная площадка. Вот здесь. Этот пенек я здесь снимал в драконе яйца. Здесь же я нашел и первые грибы. Еще очень хорошее место такое. Для фотографии прям идеальное. Собак всегда здесь чему-то радуется. Непонятно чего. О! По всей дороге стоят лавочкой, чтобы можно было отдохнуть. Это любимая собакина лужа. Ну, она чистая. Проточная вода здесь. Она обожает здесь. Как будто все ночник лет. Ну, пойдем. Если я буду стоять, то он тут будет чамкать. Может, пойдем уже? Здесь небольшая деревушка. Чистенькая немецкая, такая ухоженная. Вот. К ней ведет вот тут. Обратите внимание, что даже поворот сделан. Хмурстик с поворотом. То есть, чтоб шел, шел и зашел. Обычно, когда перепад температуры небольшой, то тут стоит белый такой туман. Красиво тоже. Если чутье мое грибное меня не подводит, вот здесь скором появятся первые грибы. Проверим потом мое чутье. Ну, в лесу уже пахнет грибами. Правда, грибов нет, но запах уже есть. Влаги лес получил достаточно. Поэтому, я думаю, что грибной сезон мы скоро откроем с собаками. Показываю Жекса направление. Он понимает, что мы идем теперь сюда. Здесь на обочине иногда попадается земляника. Ее мало, она мелкая, но... И вот, начинает сходить с ума. Найк, найк, найк. И повсюду заросли этих растений с красивыми цветами на концах. Это вот мои вехи. Лышки для лесников и охотников. Это дорожка беговая, обозначена зимой. То есть на лыжах люди бегают. И хотя ты видишь за пределами дороги, дорожки, здесь сплошные буреломы, то есть дичь неимоверная. Но весь лес разрезан вот на такие участки. И можно гулять здесь, не запинаясь, а коряги. И в то же время быть в лесу позволяет. Собак сбегал, что-то проверил там. Так, мы идем дальше. В лесу в то время сейчас тихо. Птицы нашли своих давно партнеров. Выкармливают, наверное, птенцов. Готовятся к отлету. Август. Сегодня 1 августа. Поэтому необычайно тихо в лесу. А мы идем дальше. Вообще в лесу куча разных интересных растений. Ягодок. Даже колючек. Ну, для натюрморщика, скажем, это чистый рай. Тут все лето меняется. Растительность, меняются цветы, растения. Поэтому только не ленись. Возможно, к следующему лету у меня появится опять желание заняться натюрмортами. Но пока я занят другими вещами. Эти цветы, они разных оттенков. От красного до вот такого ледно-розового. То есть, можно собрать прекрасный букетик такой. полевой. Я получаю истинное наслаждение от таких утренних прогулок. Когда не жарко, не холодно, утречко раннее, то больше всего, я думаю, радуется это Рекс. Где в городе собака может так повеселиться. Ведь это свобода, это запахи, это трава, которую козел кушал. Рекс за это время сильно порыжил. Стоп! Череп раздался, теперь нос не таким кажется длинным. Еще очень красивая собака. Спасибо тебе за то, что она у меня есть. Ну, вот мы прошли первые два небольших километра, может два с половиной и идем далее. Теперь возвращаемся. То есть наш маршрут будет пятикилометровый сегодня. Так как здесь лес смешанный, то есть осины, березы, дубы и так далее, я надеюсь, что будут и подосины, и подберезы, лисички я уже видел, и обапки тоже. Вот с той стороне находятся горы. и возможно мы с тобой сегодня их увидим. Если воздух ясный там, то можем их посмотреть. Я думаю, зимой здесь будет очень красиво. Оно и сейчас, но снег ляжет на эти ели, и мы сюда еще вернемся. Да, вернемся осенью. Осенью должно быть очень красиво. Что еще здорово, что хотя это и заправдешный лес, но ни мошек огромного количества, ни комаров, ни прочих паразитов здесь не наблюдается. и так пролетит над ухом какой-то одинокий комар и на этом все. То есть не заедают. Красивое место с папоротниками. Тоже это в общем-то отличное украшение для натюрмортов. Вон они как разрослись. Рекс! Налево пошел. Рекс! Пошел направо. Он просто меня поджидает. Рекс! Мы идем налево. Я не знаю куда ты пошел, но мы идем налево. Пошли, пошли. так первый полукруг наш закончился. Теперь сворачиваем к дому уже. Но я стараюсь всегда выбирать другое направление, то есть не иду туда и обратно, а вот делаю такие круги нарезаю. Таким образом эту часть леса я уже очень хорошо знаю. Заблудиться невозможно. Вот еще интересные цветочки. Кстати, издалека напоминает укроп. Ну и здесь настоящая уже сосна. Вон многометровая. Ну красавец! Тебе надо еще грудь расширить и будешь ты настоящий сторожевый пес. Ну зуб даю, здесь будут грибы. Вот еще чуть-чуть-чуть-чуть. Может быть дней 15-20 и начнем сбор урожая. Вот березовые коры набрать без всяких проблем. Я беру рай для натюрморщиков. прям руки зачесались. Еще одно выгодное для грибов место. То есть не затоплено, травой не заросшее и сосновое. Надо запоминать, запоминать надо. Ну если мы хотим увидеть горы, то нам надо сначала повернуть вот сюда. Не очень люблю эту дорогу, потому как она ведет проезды счастья и надо за собакой приглядывать. Нам надо подойти вот к тому зданию, которое за этим частным домом стоит, высотное здание. Нам надо туда подойти. Для этого напрямую не пойдем. Пойдем в круговую. Нам надо подняться немножко наверх. Тут уже совсем асфальтная дорога пошла. То есть это уже проезжая часть. Ну хотя место многообещающее, но грибов здесь не будет. Слишком много народу рядом. Пойдем пойдем собак это. Дорога идет по прежнему в гору, но нам это надо, чтобы уже с горы посмотреть на окрестности. Рекс полностью в исследованиях. Ну как же. Зверя здесь полно. Мы встречаем еще и лис, который пытается с ним заигрывать. Я не знаю видно тебе или нет, но вот именно вот этот цвет, проникающий сквозь листву, освещающий какую-то часть пня, вот он очень благодатный для съемок чего-то такого, как я делаю маленькие домики или вот яйца драконей вот здесь снимать. Рекс, ты далек? Далек побежал? Может, туда не пойдем? Нет, мы туда не пойдем, потому что мы приближаемся к конечной точке нашего путешествия. Фух, я даже немножечко запыхался. Туда проникать, конечно, нежелательно, потому что это приватный как бы участок вот для этого дома. Они так интересно сообразили себя. И тут написано на табличке, что это вам не место для игр. Это приват грюнштук кайн уфентрихи шпильплац. То есть это для вот этого населения. но мы все-таки пойдем. Сейчас еще утро. Вот этот весь радостный. Я думаю, мы никому не помешаем. А вот вам и альпы вдалеке. Ну, не знаю, камера навряд ли возьмет. квартиры в этом районе говорят очень дорогие. Вот. Ну, мы попытаемся что-нибудь придумать. Поселение такое интересное. Вот там аж деревья на крыше растут. Прикольно. райончик чистый, ухоженный. Надо еще посмотреть его хранение мусора. Поэтому и подъездные кнопки это решающе. И выборы дома, квартиры надо на это обязательно смотреть. Там, где кнопки пожженные, половина написана от руки и фамилии странные, то туда лучше не соваться. Так. Ну, давайте сразу проверим. Номер пять. Мюллер, Вендаля нет, Каремия нет, Франк, Набау, Мюллер, Вакер, Берт, Матусяк, Матуцкий, поляк. Дуденко. Ну, понятно. Я тоже. Опять миллиард. Балка. То есть нормально. Соотношение нормально. Так, чтобы были одни немцы, тоже иногда бывает чревато. Ну, ты знаешь. Красивая скала. Можно тоже что-то принести и сфотографировать. Ну, это Люксус, конечно, иметь такие гаражи с закрывающимися дверями. прям я вставляюсь. Вот стоят. Ну, такое довольно-таки дорого. До 70 евро в месяц добавка к пенсии. Или не отбавка. это русский магазин и его хозяин Николай. Привет! Мы знакомы. То есть вот отсюда ровно две минуты до моей хаты. Здесь очень красиво. Кстати, улица называется Альбрехта Дюрера. То есть великого живописца немецкого. Ну, я скажу вам, народ здесь живет довольно-таки небедный. Вот пожалуйста стоит вон вагон ценой 70 тысяч как минимум. Стоят два скутера на вот таком квадрике прицепленной. Красивый. Ну, представьтесь, сколько это и на стоит. Вот такие красивые уютные улочки. Это вот тут загородный поселочек, в котором я живу. Посмотри, это тебе понравится. Ты видишь, это автоматическая газонокосилка. Рано-поздно она найдет выход. Да-да, это не собака. И вот она каждое утро здесь, а то и днем я вижу, ездит и держит этот газон в шикарном состоянии. О, Выбралась. Все. На, на, на. Можешь ей кусок большой травы показать? Ну, это по приколу, конечно. вот стоит цапель, цветочки. Тут у одного из хозяин целых целый бот стоит. То есть кораблик небольшой. Но сейчас он, наверное, в гараже. Вот народ сделал себе беседку, посадил ее цветочками. Рай на земле устроил себе сам. И для этого надо хорошо заработать. Вот стоит наша ласточка. Откуда мы пришли, туда мы и пришли. Откуда мы ушли, туда мы и пришли. на земле откуда мы ем из и с и и Продолжение следует...